Привет, друзья! Перед вами самый настоящий самодельный германиевый транзистор. Нет-нет, не вот эти металлические и фабричные, тем более, что один из них вот этот вот кремниевый, а вот этот, из палок, гвоздей и проволоки. Это самый настоящий прототип германиевого транзистора, который я изготовил своими собственными руками. Сделал я его достаточно просто у себя на кухне на кухонном столе, и сегодня хочу вам показать его возможности. Так как Германии и Индии, которые необходимы для создания данного транзистора, просто так раздобыть невозможно, основой послужил тот самый сферический германиевый диод, ролик о котором я недавно вам всем показывал, который достаточно удивителен сам по себе. Макет этого транзистора выполнен по принципам основоположника полупроводниковой электроники Олега Лосева. Тот, кто и создал первоначально те самые электронные реле или же электронные ключи, которые далее стали называться транзисторами и светодиодами. Вот здесь на основании, я думаю его видно даже на камеру, у меня располагается крошечка того самого Германия, в которую идут две иглы, легированные Индием. Еще раз повторю, Индии и Германии я взял из сферического диода. Кому надо, по ссылочке внизу в описании найдете ролик. Дальше все сделано по типичной школьной технологии, когда на основании лежит маленький полупроводниковый кусочек металла, Германия, и в него вставлены две иглы. Расстояние между иглами очень маленькое, и сборку данного макета мне пришлось делать под микроскопом, поэтому навряд ли вы увидите расстояние между двумя вот этими зазубринами, которые я легировал с помощью Индии. На самом деле, без Индии можно обойтись, и в дальнейшем я расскажу, из каких еще материалов можно сделать подобный транзистор. Как вы понимаете, просто вкрутить в брусок несколько шурупов и намотать на них проволоки будет недостаточно. Теперь нам надо показать, что данная конструкция ведет себя точно так же, как обыкновенные германиевые транзисторы, которые также содержат в себе внутри примерно такую конструкцию. Хотя нет, вру, это все-таки сплавные транзисторы, и они выполнены по так называемой вертикали. А у меня же получился планарный транзистор, потому что оба электрода, обе иглы находятся в одной плоскости. Давайте, вспомнив знания о прозвонке и проверке германиевых транзисторов или обычных транзисторов с помощью тестера в режиме прозвонки диодов, посмотрим, на какие свойства способен самый настоящий, вот такой вот симпатичный германиевый транзистор, один из моих любимых. Так как структура данных транзисторов PNP, то на базу у нас ставится минус, щуп минуса. А на эмиттер и на коллектор мы касаемся щупом красного цвета, это положительный. Мы видим, что падение напряжения на PN-переходах очень маленькое, то есть у нас тестер пищит, и отсюда сюда проводится ток, и отсюда сюда проводится ток. Если я поменяю электроды местами, и буду делать точно так же, то мы практически ничего не увидим, то есть в обратную сторону транзистор не проводит ток. То же самое с этим. Ну давайте для уверенности мы проверим еще один вот такой вот транзистор, марку вы можете видеть на экране. К базе у нас идет минус, структура PNP, и плюсиком касаемся коллектора и эмиттера. В обратную сторону проводимости быть не должно. Такова структура данных германиевых транзисторов. И эту структуру мы должны подтвердить на созданном мною устройстве. То есть сейчас мы точно так же будем испытывать макет. Базой моей структуры является подложка. Вот она соединена вот этим проводом с этим шурупом. Шурупы нужны для того, чтобы дребезг и удары не изменяли структуру касания этих иголок. Иначе будет все от нас. Ставим отрицательный электрод, черненький электрод, на базу. Вот так вот видно, хорошо. И красным касаемся либо шурупов, либо проволоки. Касаемся здесь. Здесь есть проводимость, ну довольно высокая для германиевого транзистора. Касаемся здесь. Есть проводимость, достаточно низкая, похожая на тот самый германиевый ПН-переход, как в транзисторе. Хорошо видно. Теперь поменяем электроды местами и посмотрим, есть ли обратная проводимость. Теперь на базу я поставил плюс, так же как для вот таких вот кремниевых транзисторов. И проверяю, нет ли обратной проводимости. Цепляем электрод. Проводимости нет. Цепляем электрод сюда. Проводимости нет. То есть наша структура обладает свойствами двух диодов, включенных друг другу навстречу. Как обычно и рисуют транзисторы. Запомните. Это абсолютно неверное представление о том, что транзистор это два диода. Это абсолютно неверно. И я вам в дальнейшем расскажу, почему все так заблуждаются. Но то, что у меня проводимость получилась как у двух соединенных диодов, это вовсе не доказывает того, что данная конструкция является все-таки усилительным элементом или ключом. Тем самым транзистором, о котором так много говорят и так много рассказывают. Давайте попытаемся вспомнить, чем еще обладает транзистор, помимо свойств двух выпрямительных диодов. Насколько я помню, если с транзистора взять и снять шляпку, то есть корпус, а мой транзистор бескорпусной, он становится солнечной панелью или же фотодатчиком или же фототранзистором. Давайте проверим эти свойства на нашем макете. То есть наш макет, если он транзистор без корпуса, должен реагировать на свет, изменяя свое сопротивление, либо генерируя на одном из переходов, а точнее на обоих на самом деле электрическую энергию и напряжение, но только в разном количестве. Вы помните, что падение напряжения между вот этими двумя электродами у нас за 250 зашкаливает, а здесь и до сотни не доходит. Эта несимметрия, конечно, обусловлена неточностью моих рук и неточностью втыкания иголок в сам кристалл. Очевидно, толщина кристалла у одной иглы до базы меньше, а от второй иглы до базы немножко больше. Итак, давайте проверим, реагирует ли наш транзистор на свет. Сейчас при вот таком включении на измерение сопротивления, потому как у нас транзистор, фототранзистор, он имеет сопротивление примерно 2,5 кОм. Возьмем фонарик и будем освещать наш транзистор и его ПН-переход. Сопротивление падает, я думаю, это хорошо видно, до одной целой, ну пусть будет 0,5 кОм. То есть сопротивление данной конструкции под воздействием света изменилось на целый кОм, что вполне достаточно для того, чтобы использовать эту конструкцию как фотодатчик. Теперь я собираюсь проверить генерацию всего лишь одного из ПН-переходов между базой и, допустим, условно, эмитером на генерацию электрического тока ровно так же, как у фотодиода. По сути дела, я пытаюсь создать фотодиод своими собственными руками. Освещаем фонариком наш искусственно созданный фотодиод. И да, действительно, мы видим, что под воздействием света на кристалл эта конструкция начинает генерировать сигнал, который хорошо может быть зарегистрирован, усилен и использован как в качестве фотодатчика, но в данном случае в режиме фотодиода. То есть здесь у нас не сопротивление меняется, как у фототранзистора, а генерируется небольшой сигнал, как у светодиода, как у фотодиода, или же как у распиленного транзистора, который мы освещаем и используем в качестве фотодатчика. Но в данном случае транзистор я не пилил. Те, кто немножко знаком с электроникой, наверняка скажут, у любого транзистора есть коэффициент усиления. Именно его и надо проверить. Ведь его легко проверить с помощью обыкновенного тестера, так как у него есть режим проверки. И можно проверять как транзисторы НПН, так и транзисторы ПНП. Но тут вас поджидает некоторая неудача. И меня тоже поджидало. Почему? Ну потому что делал я германиевый транзистор. И если вы действительно опытный электронщик и пытались когда-нибудь проверять коэффициент усиления с помощью таких приборов у германиевых транзисторов, навряд ли это у вас получалось. Почему? Я продемонстрирую сейчас некоторые эффекты, о которых я ранее рассказывал, и вы сразу все поймете. Вот два транзистора, которые можно проверять с помощью такого прибора. Но только вот этот транзистор кремниевый проверить можно, а вот этот транзистор германиевый нельзя. Объясняю почему. Вот обыкновенный кремниевый транзистор. Это структура НПН, то есть у нас на эмиттер идет минус. И если мы включаем режим прозвонки диодов обыкновенных, то такой транзистор при подключении к коллектору второго электрода, ну положительного, как это и положено в схемах, ток проводить не будет, потому что нет смещения на базу и т.д. и т.п. Все хорошо. Давайте перевернем этот транзистор, сделаем переполюсовку и попробуем посмотреть, а не проводит ли он вдруг нечаянно в обратную сторону. Так, сейчас я с проводочками распутаюсь. Я просто поменял электроды местами. Нет. Проводимости ни в обратную, ни в прямую сторону между эмиттером и коллектором у кремниевого транзистора нет. Ну а что же будет с германиевым транзистором? Это годный транзистор, его знают, его мои знакомые подписчики хорошо изучили и выучили. Смотрите, я подключил к эмитеру плюс, как и полагается, к коллектору я подключил минус, и что же мы видим? Падение напряжения на транзисторе 32 милливольта. То есть транзистор практически открыт. Если сравнить падение напряжения, скажем, с базой, то на базе падение напряжения даже больше, чем у основного канала, который находится между коллектором и эмиттером. Многие из-за этого транзистора германиевые, когда первый раз проверяют и не знакомы с ними, считают, что они сгоревшие и что у них произошел пробой. Но это свойство именно германиевых транзисторов. Давайте возьмем вот этот вот хороший исправный транзистор германиевый и точно так же поиздеваемся над ним. На коллектор один щуп, на эмиттер другой щуп. И оказывается, транзистор типа пробит. Именно поэтому обычными приборами проверять коэффициент усиления у германиевых транзисторов практически невозможно. Интересно было бы знать, и, кстати, тут я обращаюсь к вам, а мудрые китайские тестеры наши, советские германиевые транзисторы, берут. Меня смотрят умные электронщики. Кстати, Александру будет задачка. Прозвоните германиевые транзисторы такого же типа, как у меня, с помощью электронных тестеров. Мудреных, там, с микросхемами, с экранами. Что они покажут? Но если вы думаете, что вот это вот препятствие и невозможность проверки коэффициента усиления германиевых транзисторов обычными приборами меня остановило, ну, тут вы глубоко ошибаетесь, а те, кто знает меня, конечно, уверены, что я измерил коэффициент усиления моей конструкции. Да, к сожалению, не к сожалению, коэффициент усиления этой конструкции назовем так, как я люблю, 10%. То есть коэффициент усиления чуть больше единички, плюс 10%. Но все-таки усиление есть. И сейчас я попытаюсь в меру своих сил, возможностей и распущенности продемонстрировать вам работу данного германиевого транзистора с его коэффициентом усиления, который будет хоть чуть-чуточку чего-то усиливать. Я не буду показывать сложную лабораторную установку или ту практическую работу, как измеряются токи между эмиттером и коллектором, между базой и эмиттером, какая разница по приросту тока базы и соотношению тока коллектора. Ну, наговорил всякой мудрости, но тот, кто знает, тот знает. Я же сейчас сделаю усилитель звука и мы будем баловаться с батарейками. Давайте для начала объясню за макет. Здесь у меня батарейки и я могу подавать разное напряжение на мою схему. Схема это усилитель класса А. Здесь у меня стоит светодиод, он является индикатором того, какой ток шурует в этой схеме. Горить он будет слабо, а то, что он сгорит, я не переживаю. Транзистор подключен так, что у меня эмиттер и батарейки соединены последовательно с транзистором, а сигнал с сотового телефона подается через вот такой вот хороший звуковой конденсатор бумажный на базу и при этом вот на эмиттер или коллектор, потому как для данного транзистора это без разницы, но на тот самый переход, помните, я показывал, у которого больше сопротивления. То есть, звуковой сигнал с сотового телефона рассеивается именно на ПН-переходе, который имел большее сопротивление. Здесь база, здесь пускай будет там коллектор, потому что все-таки сейчас у нас напряжение, а точнее ток течет вот отсюда, а это будет эмиттер, так как у нас структура ПНП, а это будет коллектор. Ну, то есть, немножко неверно получается, что я через коллектор и базу управляю звуком, но это лучший результат. Почему я применяю именно такую демонстрационную схему? Ну, потому что я в детстве, когда даже не знал о коэффициентах усиления, но знал, что транзисторы бывают разными, и одни усиливают хорошо, другие плохо. И разделял я их следующим образом, то есть, тот транзистор, который лампочку маленькую зажигает ярче, от батарейки 4,5 вольта при подаче 1,5 вольт на базу, ну, так я вот тогда считал, даже база-то, наверное, слова не знал, тот для меня был и лучше. То есть, здесь то же самое. И усилители потом я делал именно так, с точки зрения, вот это слабый транзистор, он не громко играет, а вот это вот сильный транзистор, он очень громко играет. И так вот я их соотносил. Поэтому и схема вот такая, именно так, чтобы можно было собрать на кухне и побаловаться. Но, дорогие мои, грамотные зрители, вы, наверное, можете присоветовать что-нибудь еще, чтобы я мог действительно проверить данную конструкцию на вшивость. К сожалению, генератор из этого транзистора у меня не получился, так как эффициент усиления всего лишь в единицу, похоже, что для генерации не годится. Но я об этом еще подумаю и почитаю. Но, быть может, вы, мои грамотные зрители, предложите мне, как еще поиздеваться над данным транзистором. Тем более, схема-то получилась удачная, и ведь она работает. Ах, да, я забыл звук-то показать. Показываю звук и показываю последовательно, потом поясню, почему именно так. Одна батарейка. Две батарейки. Светодиодик, между прочим, моргает. Три батарейки. Четыре батарейки. Пять батареек. Шесть батареек. Давайте шесть батареек включу. И побалуемся телефоном. Ну, звучит. Но это коэффициент усиления единичка. Но все-таки усиление происходит именно за счет энергии батарей. Почему? Поясню, как я это понимаю. Смотрите. Если бы эта система не зависела от питания, и звук проходил бы, ну, а точнее сигнал от сотового телефона, проходил на динамик через батарейки, то что бы происходило? Мы бы уменьшили количество батареек, тем самым уменьшили сопротивление, и от одной батареечки, вот здесь, звук бы был точно такой же, как и от шести батареек. Но что мы наблюдаем? Давайте я сейчас буду уменьшать количество батарей, а мы послушаем наш звук. Еще меньше. Еще меньше. Вот в этой зоне, на трех вольтах, характерное звучание несмещенного кремниевого транзистора. Но тут в данном случае германиевый транзистор. Насколько он у меня хорошо получился, я не знаю. А теперь одна батарейка. Энергии нет, нет и усиления. То есть, если бы это был просто сигнал сотого телефона, то чем меньше батареек я включаю, тем громче была бы музыка. Но у нас как раз наоборот. Много батареек дают хорошее усиление. Да, я конечно понимаю, что такая методика, детская по сути дела, она не очень хорошо годится для проверки возможностей транзистора. Но, как я уже сказал и попросил, предложите вашу методику, как нам еще испытать данный транзистор. Ведь все-таки выпрямительный диод у меня получился, фотодиод у меня получился, фототранзистор у меня получился, все это в одном флаконе, и оно работает. Мало того, у меня даже получился усилитель из проволоки, по сути дела, и который тоже усиливает звук, именно благодаря энергии батарей. И все это германиевый транзистор, и обладает он германиевыми свойствами, но потому что сделан он из Германии. Что же касается зрителей сомневающихся, то конечно, да, можно заподозрить и в фейке, и в обмане. Да, действительно, в такой брусок можно было упрятать даже вот такой вот германиевый транзистор, или подвесить его где-нибудь здесь сзади и припаять проводочки. Да, все это было можно было бы сделать. Но это если бы я делал что-то ради хайпа и ради бабла. Мне же лично интереснее делать своими руками то, что не удалось сделать, пожалуй, никому. Потому что, честно говоря, я не знаю, есть ли в интернете, на ютубе, в дзене радиолюбитель, радиомастер, телемастер, электрик, который сам своими руками у себя на кухне, а может быть даже в лаборатории, создал макет действующего транзистора и показал его вам. Ну, может быть не вам, может показал его себе, или где-нибудь скрывает. Если вы знаете такого человека, я бы хотел тоже знать о нем, я бы хотел с ним пообщаться, возможно бы он оценил мою вот такую работу и подсказал мне, какие шаги следующие сделать. На самом деле, я сделал уже три макета подобных транзисторов. Они сделаны из разных материалов, но чтобы их вам продемонстрировать, я до сих пор не могу придумать достойную и должную методику. Поэтому еще раз, еще раз обращаюсь к вам с вопросом и с просьбой в помощи, как нам испытывать подобные устройства, чтобы действительно убедиться в том, что у нас получился кроме диода, фотодиода и фототранзистора и фотодатчика, еще и усилительный элемент. Из чего он сделан, ссылочка в описании из сферического диода. На этом все. Пока. С вами был Гима с Дальнего Востока, с города Владивостока.